На самом деле любая встреча начинается с настройки. Если ты видишь, что у твоего клиента плохое настроение, во-первых, не принимай это близко к сердцу, потому что это у него проблема, у него что-то произошло. Если ты в состоянии ему помочь, и если ты подходишь с той позиции, чтобы быть полезным клиенту, чтобы решить его проблемы, тогда у тебя есть шанс. Но если у человека настолько плохое настроение, что ты не можешь ничего сделать, просто не принимай близко к сердцу. Но не срослось, не принимай близко к сердцу, и дальше потом вернешься к этому клиенту. Ни в коем случае клиента нельзя вычеркивать из своего списка, потому что в следующий раз, когда у него будет хорошее настроение, у тебя все получится. Очень много людей, у которых настроение, как у девочки, то туда, то туда, ничего страшного в этом нет. У каждого клиента есть свой срок созревания. Очень много клиентов, которые зависят от своего настроения, очень зависимы от настроения. На таких клиентов не стоит тратить свое время, тебя ждут следующие. Поэтому если встретил, не принимай близко к сердцу, иди дальше, поблагодари его, подбодри, не уговаривай, ни в коем случае не обижайся, ты к нему еще вернешься. И вернешься тогда, когда у него будет хорошее настроение, у тебя обязательно получится сделка. Очень важно не показывать к человеку своего негативного отношения. Но понимаю, что неприятно. Лучше будь доброжелателен, пожелай ему всего хорошего, покажи свое какое-то сочувствие и двигайся дальше. Ни в коем случае не надо показывать негативного своего отношения, потому что у него, как инстинкт у собаки Павлова, по отношению к вам останется негативная эмоция. И тогда у вас не будет сделки и потом. А если вы покажете свою открытость, доброжелательность и готовность прийти к нему на помощь, готовность решить его проблему или хотя бы в этом поучаствовать, то клиент вас будет помнить. Он будет помнить ваше добро или ваше доброжелательное отношение. У вас есть шанс к нему вернуться, может быть через месяц, а может быть через год. Но он будет помнить положительный образ в вашем лице. Продолжение следует...